Приветствую вас на мой канал, меня зовут Ирина и я официальный обозреватель Арифлея. Очищающее средство для удаления макияжа вокруг глаз. Вот так оно выглядит, с пузырьками. Для меня присылает компания каждые три недели три новиночки. Для меня это средство не новинка, я его использую. Не сказала, чтобы активно. И почему? Если в поисковике набрать отзывы об очищающем средстве на пейдж, снятии макияжа вокруг глаз, вы увидите. Часть людей будет говорить, пищать, вау, какой это крутой продукт. Часть людей говорит, фу, я получила разочарование этим продуктом, долго смывать макияж. Ну, как бы так, знаете, 50 на 50. Давайте разберемся, почему одним людям нравится, другим людям не нравится. Может, это все-таки не так применяет продукт, потому что от того, если вы неправильно его применяете, соответственно, эффект вы получаете меньше. Или же все-таки вы выбираете очищающее средство, которое более щелочное, которое предназначено совершенно для других участков, то да, там оно очищает, но тем не менее вы травмируете вашу кожу. Давайте разберемся, и я вам расскажу свой честный отзыв, пользуюсь я этим средством или нет. Как вы понимаете, кожа на лице и кожа вокруг глаз – это различная кожа, она более тоньше. И за день мы делаем до 20 тысяч движений. И эта кожа подвержена мимике. Здесь чаще всего образуются морщинки. Именно здесь кожа выдает наш возраст, ну и на шее, конечно же. Если мы рассматриваем зону лица, то чаще всего, например, в России это комбинированная жирная кожа, склонная к расширенным порам. Есть, конечно, сухая кожа, но разная. Здесь она более плотная. И если комбинированная жирная кожа, то здесь она более пористая. Здесь же она сухая и требует увлажнения. И здесь раньше всего появляются морщинки. Те люди, которые говорили, что «Ой, вы знаете, лучше всего либо мицеллярка, либо любое очищающее средство, например, тоже на Вэйдж, или любое очищающее средство, это вот раз, умылся, и все, и макияж смывается». Я с вами соглашусь. Это самое простое средство, когда мы берем любое очищающее средство и убираем. Это средство, оно щелочное, это как ферри. Оно быстро удаляет макияж, быстро убирает грязь. И это вот очень-очень быстро. Это средство имеет совершенно другую текстуру. Почему? Во-первых, так как мы удаляем макияж с глаз, особенно для тех, кто носит линзы, это средство должно быть проверено офтальмологами. Оно должно быть протестировано. И желательно, чтобы тесты были клинические. Это очень важно, потому что можно посадить зрение, можно занести какую-нибудь заразу, что потом у вас будут наиться глазки. Это средство предназначено, когда у вас кожа тончайшая, и чтобы как можно меньше-меньше губительного эффекта сделать. И после этого, когда вы наносили крем вокруг глаз, он действительно реально работал. Если вы будете смывать вот таким очищающим средством, вы махом эффект получаете, но это средство пересушивает вашу кожу. Не все протирают лицо ватным диском, то есть часть очищающего средства остается. И когда вы наносите крем для век, то крем для век прежде всего начинает работать, чтобы убрать, увлажнить, убрать вот эту сухость. И только после этого он начинает работать по своему функционалу. И с таким очищающим средством морщинки появляются быстрее. Расскажу свой опыт. Вот понимаете, что такое здоровый образ жизни? Это, например, каша. Когда утром вы завтракаете кашей, она каша полезная, вы все прекрасно знаете. А вот это, это другой завтрак, быстрый, простой, которым вы пользуетесь, но каша полезнее. Этим средством вы тем самым делаете себе, прибавляете возраст. Но гораздо проще и удобнее. Это средство, оно более нежной текстуры. Вот что мне не нравится, что мне вот отталкивает, я не любитель вот таких вот средств, это, смотрите, вы сначала наносите на тампочек, потом прикладываете, ждете, когда средство растворилось, и начинаете, начинаете стирать. Меня это действительно все время раздражало. Мне нужно быстрее, хоп, нанес очищающий средство, раз, все, быстро, все умыл, все смыл, все до скрипа, все идеально. Конечно, здесь индивидуально принимать решение, либо вам важен уход, и как можно дольше оттянуть молодость кожи, понимая, что это средство более смягчающее, ухаживающее средство. Кроме того, что здесь содержится витамин В5, это ваши реснички укрепляет, либо вам нужно быстрое такое ферри, раз, два, три, умылся, очистил, вообще без проблем, даже водостойку косметику снимает. Фишка номер два. Те, кто использовал это средство, скорее всего, его пробовали одним только способом очищения. Это когда вы обычно просто берете на ватный диск, на сухой нанесли и начинаете стирать. Такой эффект минимальный. Скорее всего, эта гелевая текстура, она неровно ляжет, может быть затечь в глаза, и вы должны тереть, 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 удалять. Вы удалите это средство, вашу косметику, но есть еще второй способ. Это когда вы тот же самый диск предварительно смочите водичкой. Когда вы начинаете это средство наносите, соответственно, оно плавненько распределяется по всему тампончику, и с водичкой вы легко убираете. Здесь мокрый диск смочен водой, этот диск сухой. И третий вариант я покажу по-другому. Одно нажатие соединяем, чтобы было одинаковое количество продуктов и посмотреть, какой будет эффект. Глаза не нужно растирать, нужно сделать так, чтобы продукт начал работать, чтобы ваша тушь, она растопилась и легко убралась. Это самый нежный демакияж, который можно сделать, и ни в коем случае не надо растирать. И сначала я уберу тушь. Посмотрите сразу. Это неправильное снятие, это правильное. Видите, насколько три применения, и по-разному смывается тушь. Можно даже перевернуть диск и также удалить. Если вы будете на сухую этим средством удалять, вы будете чувствовать, как растирается, и это некомфортно. При помощи спонжа влажного все удаляется без всяких проблем. Как удаляется макияж с бровей? Честно говоря, вот не хватает, не хватает увлажненности, поэтому не плачь. Поэтому при помощи одного и того же продукта, чуть-чуть изменив технику, вы получаете либо вау, быстрый эффект и снятие макияжа, либо все-таки более такое, знаете, растирать надо. Поэтому пробуйте, смотрите, будет вам комфортно, и раскрывайте продукт. Способ номер три, который я чаще всего использую, это когда я иду в душ. В душе я его использую точно так же, как вот это средство. Я наношу его на руку, ни на какие, ни тампончики, ничего, и просто беру и умываюсь. И самое интересное мое было открытие, что это средство работает точно так же, вместо всяких тампончиков и гелей. Поэтому это средство, вот только применив, я его просто использовала, как обычное очищающее средство. Там приходится чуть больше повозиться, чуть больше смыть, но оно также одинаково очищает. Надеюсь, я вам помогла разобраться вот в таком замечательном очищающем средстве, которое поможет как можно дольше сохранить молодость вашей кожи. Напишите в комментарии ваш отзыв, какие у вас впечатления об этом средстве. Понравилось, не понравилось, только напишите честный отзыв. Большое вам спасибо. До следующего четверга, где я расскажу вам о следующей новинке в компании Арифлей. Пока-пока!